На сцене областной филармонии один из самых известных и цитируемых авторов – поэт Игорь Губерман. Это его второй концерт во Владимире. Стихи Губермана ироничные, остроумные и короткие. Эти четверостишья народ окрестил гариками. Благодарю тебя, создатель, что шит не юбочно, а брючно, что многих дам я был приятель, но уходил благополучно. Благодарю тебя, творец, за то, что думать стал я рано, за то, что крюмкий огурец ты посылал мне постоянно. Игорю Губерману уже за 80, но это не мешает поэту давать концерты и путешествовать. С годами тематика Гариков изменилась, признается автор. Теперь он много пишет о старости. Доволен я с полна своей судьбой, и старость я красива, слава богу. И девушки бросаются, говорит, боя меня перевести через дорогу. Вообще вся наша жизнь, она, по-моему, очень смешная. Ну, то есть она трагедия, кончается, чем она, мы все знаем, но по дороге безумно много смешного. А потом еще, вы знаете, у меня еврейское восприятие мира, а евреи очень склонны со смехом встречать то, что другие встречаются слезой. Привыкли уже просто за тысячелетия. И поэтому я вижу очень много всякого смешного вокруг и пытаюсь это зарифмовать. Михаил Костаков – владимирский журналист, учитель и коллекционер автографов знаменитостей. Он пришел на концерт не только послушать стихи, но и получить розчерк Пирагу Бермана. В его творчестве, в его стихах, в его гариках, в его байках, конечно, есть своя правда жизни, своя философия жизни. Все это взято из жизни, это все читаем, это все воспринимается великолепно на слух. И если есть какой-то, может быть, изъян, такой, бывало, такая несензучная еще, но это настолько органично в его исполнении, что это не воспринимается, как там, пошло, вульгарно или еще как-то. Ну, однажды я была, когда он приезжал к нам где-то около семи лет назад, первый раз, можно сказать, только была наслышана, а семь лет назад уже сразу на концерт, потом я как раз купила книгу тогда, сделала, он мне сделал автограф, написала на счастье, и я после концерта зашла в троллейбусе перчатки. Вот. А после этого уже стала читать, мне понравилось. Надеюсь, что сегодня напишут мне на здоровье, на удачу и тоже все сбудется. Этот русско-израильский поэт, хоть и говорит, что легкомысленно относится к своему творчеству, умеет быстро расположить разношерстную аудиторию. Все потому, что его хлестки и гарики отражают жизненные курьезы и злободневные проблемы, которые знакомы каждому. Екатерина Старикова, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.